Время вечернее. Обычно люди уже торопятся по домам, к семьям. А в одном из подъездов дома номер 11 в Бутово парке многолюдно. Мужчины и женщины загружают большие коробки и тюки в стоящие у подъезда грузовые машины, которые отправятся сначала в Белгородскую область, а затем в зону СВО. Сейчас этот груз отправится в Белгородскую область. И там на Солдатском привале в режиме реального времени ежедневно раздают помощь. Там получается, как выставляются прилавки, там как магазин, где можно все необходимое взять бесплатно бойцам, всем, кто нуждается в помощи. Организовала сбор помощи группа жителей микрорайона Бутово парк «За наших», созданная в сентябре прошлого года. Сколько в ней человек? Сложно сказать, признается Светлана Римашевская. Но каждый, кто хочет помочь, здесь друг. В эту группу входят все неравнодушные люди. Получается очень много жителей нашего района. Это Видное, это Государев дом, это Бутово парк 2, наш Бутово парк 1, близлежащие районы Москвы и Подмосковье. На самом деле здесь собираются друзья друзей. Все, кто узнает и видит реальную помощь, приглашают своих коллег и друзей к нам. И через нас помогают в Белгородской группе «Солдатский перевал». Одна из активных участниц группы Елена Перова помогает упаковывать вещи, готовя их к отправке. Печь, ну, на тяжеление, здесь вот казан. То есть это и согреться, и приготовить. В принципе, постоянно мы уже в который раз, помогают нам ребята, покупают, мы передаем. На перевале все очень благодарны таким посылкам. В этот раз две. Елена и Светлана, а также другие женщины, отрывают время от семьи, занимаясь волонтерской работой. Но дома их понимают и поддерживают. Семья поддерживает. Семья работает на то, чтобы была возможность поддерживать. Я считаю, что это наш долг, наша обязанность. Это необходимость. И благодаря неравнодушию таких людей каждые 10 дней отправляется очередной гуманитарный конвой. Этот уже 12-й по счету. Кто теплые стельки, кто сапоги, кто приносит ленточки, шьет свой чужой, кто тушенку ребятам, кто пытается нам принести даже дождевики. То есть все, что самое необходимое, стараются приносить. Кажется, конца и края не будет вот этому потоку людей с коробками. Но это сегодня очень необходимо тем, кто далеко защищает и нашу с вами Родину. Председатель Ленинского общества инвалидов Наталья Рящина сама не раз сопровождала машины с грузом. Ее подопечные, как никто другой, понимают, что даже их небольшой вклад очень важен для общего дела. Мы знаем, что сейчас весь мир собирает нашим солдатам-защитникам. И, конечно, наши бабушки-инвалиды приходят и просят. Наталья Алексеевна, передайте, пожалуйста, купите что-нибудь. И мы сейчас купили достойный, хорошего качества шуруповерт. И все, что просят, по мере возможности стараемся им помочь. Сбор необходимых вещей будет продолжен до самой победы. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНОТВ.